Смотрите выпуски. Ради Хабиров вновь призвал чиновников лично общаться с людьми. Тротуары с гранитой и фасадой, как в начале века. Как изменятся улицы в центре Уфы за полтора миллиарда рублей? В Уфе открыли Центр детской онкологии. В чем его уникальность? Башкирия – одно из популярных в России туристических направлений. Это слова министра предпринимательства и туризма Республики Рустема Авзалова. Такое заявление он сделал на оперативном совещании в ЦУРе после заседания правительственной комиссии. Там отметили, что Башкирия в сфере туризма показала хороший результат. По результатам интегрального рейтинга, по исполнению показателей нацпроекта и динамики турпотока Башкортостан почетно вошел в топ-5 лучших регионов, заняв почетное второе место. За 2023 год привлечен рекордный объем господдержки на развитие в Башкирии туристической инфраструктуры. Это полтора миллиарда рублей, подчеркнул Рустем Авзалов. А общая сумма на создание новых пляжей, стройку кемпингов, появление турмашрутов перевалила за 4 миллиарда. Половина из этой суммы – средства инвесторов. Также министр предпринимательства и туризма Республики добавил, что в этом году регионы России будут получать единую субсидию на туризм. И отрадно, что теперь мы сможем для себя определять приоритетное направление, куда мы считаем направить эти средства. Башкортостан занял седьмое место среди регионов по объему федеральных средств на текущий год, который составит более 165 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на инфраструктурные проекты, развитие событийного туризма и формирование туристического кода городов. В конце оперативного совещания Ради Хабиров раскритиковал глав районов Башкирии. Он был недоволен организацией форумов «Управдом». Суть мероприятий в том, что руководители муниципалитетов лично встречаются с местными жителями для обсуждения насущных проблем. Однако в четырех районах республики главы отправили на форум своих замов. Я, по-моему, по-русски хорошо говорю. Не знаю, на каком языке я сказал. А если второй раз не поймёт, значит, тогда я более жёстко объясню. Это что такое? Я что, сильно занятый, что ли, стали главы? Вы лучше идите к людям, я вам сказал эту историю. А ещё Ради Хабирову не понравилось, что в городах и районах не сообщили жителям о встречах с главами. В Логовещенском районе 227 квартирных домов. В форуме принял участие 21 человек. Это издевательство. Коллеги, я вот не очень доверяю вам в этом вопросе. Я поэтому буду глубоко копаться, и я вас заставлю встречаться с людьми. Ради Хабиров напомнил, что 2024 год в Башкирии объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. И уже готова программу, чтобы люди с ОВЗ не чувствовали себя обделёнными. Документ подпишут уже на этой неделе. И на следующем оперативном совещании министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова должна подготовить доклад, как будет реализовываться программа. В 2024 году в Уфе преобразят пять центральных улиц – Ленина, Пушкина, Коммунистическую, Карла Маркса и Новомостовую, а также часть улицы Свердлова. Они получат название «Гостевых». По мнению властей, по этим улицам будет проходить основной поток туристов и делегации во время празднования 450-летия Башкирии. Работы по концепции возвращения к истокам обойдутся в полтора миллиарда рублей. Половина из них будет потрачена на мощение гранитом тротуаров. Об этом рассказал начальник главного управления архитектуры и градостроительства Уфы Руслан Хайрулин в передаче «Вести интервью» ГТРК Башкортостан. Каждая улица нами рассматривается в комплексе. У нас выделено 20 параметров. Это только кажется, что гранитный тротуар и фасады привести в порядок. Нет, помимо этого будут в едином стиле и люки, и скамейки, и урны, и названия магазинов, адресные таблички, остановочные пункты, архитектурное освещение, фонари, столбы и так далее. То есть будет все в единой концепции соответствовать историческому центру. Фасады будут сделаны в единой цветовой гамме начала прошлого столетия. Обновление коснется практически всех зданий, за исключением гостиного двора, зданий МВД на Ленина и других объектов культурного наследия. По словам Руслана Хайрулина, почти 80% владельцев зданий, находящихся в частной собственности, согласны произвести работы, так как в будущем это увеличит им трафик. Улицы начнут преображать со стартом строительного сезона. Вообще этот центр один из самых долгожданных объектов здравоохранения. К сожалению, дети болеют и порой болеют очень тяжело. Поэтому мы хотели, чтобы у нас в Башкортостане были самые лучшие условия и для лечения, и для комфортного нахождения. Новое семиэтажное здание в Уфе в Зеленой Роще – это Республиканский центр детской онкологии и гематологии. Открыли его совсем недавно, но первых пациентов уже перевели из старого корпуса. Теперь здесь смогут лечиться до 80 детей одновременно, что в два раза больше, чем в предыдущем здании. У нас ежегодно больше 300 случаев госпитализации федерального центра имело место быть для оказания тех или иных видов медицинской помощи. Именно пациентам с педиатрическим раком, с заболеванием крови, кровотворной системой, иммунодефицитом мы этих пациентов хотим вернуть сюда. И мало того, мы хотим еще привлечь для лечения пациентов из ближайших регионов, например, с приборского федерального округа, из ближнего зарубежья, ну и всех желающих нашей огромной страны. Центр детской онкологии и гематологии переехал из построенного десятки лет назад корпуса, который был меньше размером, да и оборудование там было местами устаревшим. Для нового центра закупили новые аппараты. Вот, например, система для иммунохимических исследований, которая позволяет регулировать дозу препаратов химиотерапии. Такое оборудование было и в старом корпусе, но новое занимает в два раза меньше места. Почему удобен этот препарат? Тем, что он берет очень мало сыворотки у детей и результат уже выходит через 30 минут. То есть быстро, удобно, экономно. Этот аппарат далеко не единственное новшество. Вся техника в лаборатории – это усовершенствованные аналоги того оборудования, которое уже было в старом корпусе. Но есть в Центре детской онкологии также и совершенно новые технологии. Теперь в Уфе можно совершать операции по трансплантации стволовых клеток. У нас здесь имеется три места, и мы одномоментно можем производить у трех пациентов или у трех доноров забор периферических стволовых клеток. Аппараты пропускают через себя кровь пациента, разделяют ее на фракции, и во фракции слои, где есть стволовые клетки, извлекают эти клетки. Остальное все возвращается обратно пациенту. Забор стволовых клеток может длиться до шести часов. А потому комфорт участников процедуры очень важен. Донорами становятся сами пациенты или же человек из всероссийской базы. Но часто подходящего донора удается найти только в других городах. Стволовые клетки помещаются сюда в кассету, закладываются, и этот прибор проводит программное охлаждение до низких температур. Это происходит ступенчато, чтобы клеточки остались у нас все максимально целыми и не разрушились в процессе охлаждения и заморозки. Экземпляры хранятся при температуре ниже минус 120 градусов. Это обеспечивается жидким азотом, и хранение может продолжаться неограниченное количество времени. То есть, когда ребенок потребуется ему, это может быть через месяц, через полгода, через год, мы спокойно можем произвести трансплантацию. Этой технологии в Башкерии раньше не было. Детям приходилось ездить в федеральный центр в Москве, где им могли провести подобную трансплантацию. Такая процедура есть даже не во всех регионах России, рассказывают врачи. И теперь Уфимский онкоцентр не только не уступает в уровне оказания помощи больным, но и, возможно, превосходит крупные московские клиники. Помимо того, что мы здесь создали самые лучшие, как мне кажется, не только в республике, но, может быть, и во всей стране условия для пребывания пациентов и их родителей, здесь у нас каждый пациент и родитель находятся в отдельной изоляционной палате, и помимо этого у нас появились новые технологии диагностики и лечения, которые позволят нам, я надеюсь, сделать революционный прорыв именно в оказании помощи этой тяжелой категории пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова